МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельник «Народная газета» в новом номере располосился фруктово-овощными темами. Рубрика «Дачные дела» рассказывает о самом популярном овоще всех огородников в кабачке. Кабачок – это тот овощ, который при минимальном уходе урожай дает всегда. Есть даже шутка – если вам в августе не предложили ни одного кабачка, значит, вы совершенно одиноки. Нет другой такой культуры, которая, невзирая на погодные капризы нашей зоны рискованного земледелия, умела бы так отблагодарить урожаем, что приходится едва ли не насильно впихивать кабачки соседям, родственникам и коллегам. В общем, кабачок – парень надежный. К тому же, благодаря низкой калорийности, этот овощ – один из самых популярных в диетах. Кроме того, нигде в мире врачи ни разу не отмечали аллергических реакций на кабачок. Заодно это он заслуживает уважения к себе. Рубрика «Вот эта красота» рассказывает о том, что овощи и фрукты с грядки могут заменить в косметические средства. К примеру, картофельное обертывание является неплохим средством от целлюлита. А вот в молодильных яблоках столько витаминов, что маски на основе этого фрукта почти универсальны. Эксперты советуют замораживать кусочки фруктов и затем по утрам протирать лицо холодными ягодами. Общественно-политическая газета «Ульяновская правда» сообщает о том, что в Ульяновской области начала работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он открыт на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова. По словам руководителей Центра, организация должна помочь педагогам увидеть свой профессиональный портрет, понять свои сильные и слабые стороны, а также оказывать адресную тьютерскую поддержку при составлении образовательного маршрута педагога. К региональным журналам, литературно-художественный и культурно-просветительский журнал «Симбирск» продолжает знакомить читателей с дипломантами областной молодежной литературной премии «Первая роса». Артем Далакян, несмотря на юный возраст, имеет свой поэтический голос и широкий диапазон тем. А вот прозаик Дарья Ефремова в своем творчестве пытается переосмыслить связь прошлого и настоящего. Дотошный литературовический разбор известной поэмы «Волга» поэта Николая Благова подготовила краевед и педагог Нина Васильева. Материал богато иллюстрирован картинами русских живописцев. Здесь и «Вечер на Волге» и «Портрет старухи и вдовы войны». Также член Союза писателей России, лауреат премии имени Николая Благова и лауреат Гончаровской премии Светлана Матлина в творческом порыве посвятила свои стихотворения памяти Николая Николаевича Благова, которые она представила на суд слушателей в дни фестиваля, посвященный знаменитому ульяновскому литератору. Завершает эпопею материалов о знаменитейшей реке нашего края Волги фото иллюстрации Алексея Шишова и Владимира Ламзина. К национальным изданиям. В новом номере газеты «Канаж» опубликован материал публициста Александра Богатого «Можно ли преградить путь к деградации общества?» «Не пенсионная реформа, не коррупция, не дворцы и яхты, а моральное разложение общества – вот что грозит единству страны», – рассуждает автор. Газета «Елгат» на мордовском языке делится приятными известиями из республики соседушки нашей области Мордовии. Московская компания «Аллёрфильм» приступит к съемкам кинокартины под рабочим названием «Художник с душой Эрзи». Роль отца главного героя картины Степана Нефёдова Эрзи исполнит известный актер театра кино Станислав Дужников, который, по его собственным словам, является настоящим ордином. По маме он Эрзи, по отцу – Мокша. Поскольку несколько лет Станислав жил у бабушки с дедушкой в Старом Шайгове и учился там, в сельской школе, он свободно говорит на мокшанском языке. Роль молодого Степана Эрзи в фильме исполнит актер Мордовского национального театра Павел Михайлов. Отмечу, всемирно известный воятель Степан Эрзи является уроженцем Симбирской земле. В нашем регионе весь мордовский народ с большим уважением и гордостью относятся как к самой личности Эрзи, так и к его гениальному творчеству. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Передовица издания восторженно сообщает о новом рекорде страны, который принадлежит Ульяновску. Спортивный журналист Александр Агапов рассказывает о том, что на первенстве России по эстафетному бегу региональный квартет в составе Сергея Вагерова, Никиты Щукина, Никиты Егорова и Руслана Халиулова побил рекорд страны в эстафете 4 на 200 метров среди юниоров до 20 лет. Отныне новый ориентир составляет 1 минуту 27,55 секунды. Предыдущее достижение в 1 минуту 28,64 секунды было установлено в 2009 году сборной Липецкой области. Искренне поздравляю ульяновских спортсменов. Журналист информационного портала Улправда.ру Мария Сидорова рассказывает о том, что в Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных в НИИ ГРШ вывели специальную породу кур, которая дает так называемые яйца Clean Edge. Их используют для производства вакцин против гриппа человека. Также они являются стандартным выбором для производства инактивированных вакцин для ветеринарии в Европе и других регионах мира. Новая порода получила название «русская белоснежная». Она выведена на основе русской белой, известной еще со времен СССР. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах Улправда.ру и Медиа 73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-батвы Антон Картошкин. Оставайтесь с телеканалом Улправда ТВ. Нам всегда есть, что вам рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова